Наурыз, праздник изобилия, символ весны и процветания для Жанны Жабековой, мастерицы из Восточного Казахстана, это еще и время исполнения заветных желаний. Год назад в эфире нашего телеканала был показан материал об удивительной девушке, прикованной к инвалидной коляске. Несмотря на недуг, она создает отечественный бренд игрушек, а это весной открыла и собственный цех. О том, как вопреки всем преградам добиться успеха, материал Анны Лесенбертиной. Эта весна для Жанны Жабековой особенная. Вместе с ней она начинает собственное большое дело. Теперь она бизнес-леди, чьи игрушки известны далеко за пределами Казахстана, и к ней обращаются самые крупные компании страны. Поэтому открытие цеха для нее – это возможность развиваться дальше. Они просят во многом, чтобы я изготовила для их компании маскот. Маскот – это такая игрушка, которая представляет определенный бренд. И мне нужна будет помощь. Я, наверное, создам два рабочих места, и будем уже работать быстрее, быстрее и качественнее. И здесь, в цехе, нежели в моей комнате, конечно, развернуться есть. Всего год назад Жанна об этом могла только мечтать. Но благодаря своей силе духа и таланту девушка заставила и других поверить в себя. Поддерживает ее вся семья. Мама, к примеру, работает у дочери курьером. После пенсии я переквалифицировалась. Все заказы Жанны я отношу на почту во все страны, во все города Казахстана. Очень много заказов у нее. Помогла и местная палата предпринимателей. Для них Жанна – пример успешного начала бизнеса. Это действительно человек, предприниматель Жанна у нас с неограниченными, хочу сказать, возможностями. Потому что за такой короткий период, значит, открыт сегодня цех по изготовлению мягких игрушек, ручной работы. Это огромный труд. Будем сопровождать еще дальше этот проект до того, пока она еще не состоится, мини-фабрику откроет. Пока же цех на полученный грант от государства в три мира на тенге построил отец Жанны. Берегбек Жабеков старается дочери быть полезным во всем. Ремонтирует ее оборудование. Сам создает для нее тренажеры. Жанна уверена, когда-то она сможет управлять своим делом на обеих ногах. А пока она завоевывает сердца покупателей яркими, качественными игрушками и дарит другим надежду. Анна Рисенберзина, Аслан Тулепов, Восточно-Казахстанская область, Хабар-24.